Здравствуйте! Когда мы живем в этом мире, нашими глазами мы не видим Бога или Иисуса. Но если бы у нас были бы глаза, которые видят Господа Бога или Его сердце, или чувствуют Его, то я уверен, что наша духовная жизнь полностью изменилась. Хотя мы верим в Бога, но если мы не сможем увидеть, как Бог действует в нашей жизни, мы часто будем беспокоиться, переживать. По-моему, я уже рассказывал вам. Я был в Кирибате, и там есть такая история. Кирибате – это страна, которая расположена на острове. И потихоньку воды становится все больше и больше. И говорят, пройдет немного времени, весь остров окажется под водою. И в Кирибате солнце восходит из-под моря и садится в море. И однажды один ребенок подошел к маме и сказал, «Мама, смотри, солнце утонуло в море». Этот мальчик так беспокоился, что солнце утонуло. Мама же его не беспокоилась. Она сказала, «Не беспокойся». И сказала, «Знаешь, в море живут многие гномики». Я не всю ночь трудиться, чтобы создать новое солнце. И знаешь, что делать, когда наступает утро? Всей силой толкают новое солнце. Поэтому солнце утром восходит. Завтра утром также эти гномики будут делать новое солнце. Это легенда, которая существует в Кирибате. Но схожая ситуация часто возникает в нашей духовной жизни. Если бы я не увидел Господа Бога, который действует внутри меня, тогда беспокоиться из-за тех проблем или ситуаций, с которыми я встречаю, это естественно. Очень часто, когда мы сталкиваемся с проблемами, мы не видим ни Бога, ни Иисуса. Однако, когда появляются проблемы в нашем сердце, у христиан есть Христос, и Он трудится. И это удивительно. Когда я служил в деревне Подон, там была маленькая церковь, и было очень трудно. И, знаете, рядом находилась большая церковь. И однажды пастор той церкви позвонил мне и спросил, «Вы пастор церкви Подон?» Я сказал, «Совершенно верно». Он говорит, «Вот какие-то братья миссисской школы ваши посещают наших братьев и сестер». Он говорит, «Разве так можно, пастор?» Я сказал ему, «Пастор, я слышал, вы называете нас еретиками». Он говорит, «А, вам это сказали?» Я сказал, «У меня тоже есть уши, я слышу». «Пастор, но если я еретик, как вы можете так со мной говорить?» Однако, как Иисус нам заповедал, мы посещаем разных братьев и сестер. Вообще не во Христе. Передаем в Евангелии. Он говорит, «Я не могу с вами разговаривать». В то время церковь намен казалась такой большая, наша церковь казалась такая маленькая. Братья, люди приходят изучать Библию. Когда мы изучаем Библию, написано, «Надо разделять, кто верит, кто не верит». Один пастор сказал мне, «Пастор Пак, не говорите так. Пресвикторианская церковь есть очень большие пресвикторы. Если я уйду из той церкви, и тогда они противостанут нам, тогда как нам будет тяжело?» На это я ничего тогда не мог сказать. Но время шло. Есть истина, которую я не могу опровергать. И это истина заключается в том, что то, что я делаю, оказывается, это не я делаю. Я не мог представить, что такой человек, как я, будет благовествовать Евангелие. Я удивляюсь тому, что я стал пастора. Вчера вечером один директор телеканала из Вингри позвонил мне и хотел встретиться со мной через видеообщение. Общаясь с ним, я ему благовествовал слово. На следующий момент Хор Грача снимает фильм о Рождестве. Я сказал, что я дам этот фильм этой телевидению. Он так был благодарен. Женщина, директор телеканала, получив спасение, так радовалась. Я рассказал про телеканал ТБН, который находится в Санкт-Петербурге. Девять лет я им транслирую слово. Тогда она сказала, я его знаю. Очень хорошо знаю его, говорит. И она открыла свое сердце. Я был благодарен перед Богом. И в Вингри появилось наше телевидение. И сейчас все приготовили, чтобы транслировать лекции в честь Евангелия Диана. По-моему, все мои проповеди уже озвучены. Дорогие слушатели, я каждый день слышу те вещи, о которых я не могу представить себе. И самое главное, что Бог жив и действует в нашей жизни. И много дианек Божьих происходит в нашей жизни. И с другой стороны, сатана также показывает свидетельства, которые говорят об отчаянии. Но время идет, и мы можем увидеть, как Бог действовал во многих вопросах. Когда у нас был суд с администрацией района. Или как мы смогли защитить церковь. Да, когда все это начиналось, мы ничего не знали. Однако Бог подробно показывал, как он все организовывает противники. Бог показывал, как они удалились. Если бы не Бог, я думаю, что было бы со мною? Очень часто приходят подобные мысли. В Диане, 9 главе, в конце 8 главы книги Диане рассказывается, как умирает Стефан. После того, как умер Стефан, сам был же держа угрозами и убийством и передавал людей в темницу. Он создает разные трудности. Но, что удивительно, Саввел устраивал гонения на христиан в Иерусалиме, но, во сколько не осталось, он направлялся в Дамаск с приказом. И когда он приближался к Дамаску, вдруг явился яркий свет, и он потерял зрение. И затем, что происходит? Саввел услышал голос. «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Саввел услышал эти слова, но ничего не видел. И Саввел спросил, «Кто же ты, Господи?» И он услышал слова, которые потрясли его. «Я Иисус, которого ты гонишь». Саввел был испуган. Тогда получается, что Иисус Христос действительно воскрес, как говорят христиане. «Почему же?» «Я не пытался узнать подробнее. Почему же я устраивал гонения?» Он не знал, как быть. «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» До того, как он услышал эти слова, он подумал, «Кого я гоню?» «Я не устраивал гонения». Саввел спросил, «Кто ты, Господи?» Тогда Господь сказал, Иисус сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Он был сильно испуган. Оказывается, Иисус воскрес. Мне нужно было подробно узнать. А я даже не пытался узнать. Его мучила совесть. Сегодня многие люди противятся так Христу. И не только противятся Христу, но также Господь спасает Саввела. когда в 62-м году я уверовал в Бога. На тот момент я даже представить не мог, что я получил спасение. После того, как я получил спасение, я не мог подумать, что я останусь служителем. Но Господь Бог все устраивал. Был миссионер Дик. И он передавал Евангелие в Корзе Тегу. Но однажды, я не знаю, что случилось. В Куми есть гора Кымхо. И там была конференция. И у нас в церкви был один пресвиктор. Он был так недоволен проповеди нашей церкви. И этот пресвиктор был известен, что пригоняет пасторов из церкви. Он садится всегда впереди. И всегда покивает головой. То проповедник начинает беспокоиться. И был слух о том, что он прогнал многих пасторов. У него было много недовольств к проповедям. Он чего-то искал, но не мог получить. Но однажды миссионер Дик проводил библейский семинар у горы Кымхо. И об этом узнал пресвиктор Кмун. И он повел 15 молодых на эту конференцию. И тогда сказали, что 15 человек получили спасение. И миссионер Дик, он крестил их. Но это стало большой проблемой для церкви. Я не помню, почему я не смог поехать тогда. Но когда этот вопрос был решен церкви, я получил прощение грехов. Каждое утро я молился, чтобы Бог простил мои грехи. В то утро я тоже молился, чтобы Бог простил мои грехи. Но когда я сказал «Аминь», я открыл глаза, у меня появилась вера, что мои грехи уже омыты. С того момента я начал меняться. Я начал читать Библию. Хотя меня никто не учил этому. Но я прочитал слово в книге «Левит» о жертве за грех. Там было написано, что нужно возложить руки на голову жертвы. Но я не знал, для чего это делается. Я думал, но ведь эта жертва не становится же пресвихтом. Зачем рукополагать? Я не мог понять причину, почему нужно возложить руки на голову жертвы. По этой причине я читал и читал Библию. Много раз я читал, но не мог найти ответа. Но спустя три года, знаете, что я обнаружил? Я прочитал книгу «Левит» 16 главу 21 стих. Написано «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. И исповедовать над ним все беззаконно в Израиле все преступления и возложит их на голову козла. Когда заколают козлов или тельцов. Не просто убивают их. Но священник должен возложить руки на голову козла или тельца. В Библии каждому слову есть пара. Я сначала не мог понять, почему в 4 главе книги «Левит» возлагают руки. Зачем возлагают руки на живого козла? Рукополагают на пастора или присвиктора. Но зачем возлагают руки на живого козла? Я не понимал этого. Я совсем не понимал. Я не понимал, зачем возлагать? Но было интересно. Я читал Библию. На протяжении 3 лет я много раз читал книгу «Левит», но не понимал. Но однажды я читал 16 главу 21 стих и нашел ответ. Возлагают руки на голову живого козла. Для того, чтобы возложить на голову козла грехи. И тогда я понял. В Евангелии от Матфея 3 главе Иисус крестится у Иоанна Крестителя. Иоанн крестил крещением покаяния. Но поскольку Иисус ни разу не согрешил, нет причины ему каяться. Однако, для чего Иисус должен был креститься от него? Иисус сказал, «Теперь отставь». Ибо так надо решить нам исполнить всякую правду. Почему крещение является исполнением правды? Иисус был агнец Божий. Иоанн креститель крестил крещением покаяния. Но когда Иоанн крестил Иисуса, это не было крещение покаяния. Он сказал, «Ибо так надо решить нам исполнить всякую правду». Это правда, которую Бог хочет дать всем людям. Для того, чтобы людям дать правду, Иисус должен был сделать нас праведными. Он должен оправдать нас и дать нам правду. И для того, чтобы взять на Себя наши грехи, Иисус должен был креститься от Яна Крестителя. И это крещение не для того, чтобы просто покаяться, А это исток крещения, которое отражается в Левит 16 главе 21 стихе. Написано, «Возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, исповедует над ним все беззаконные сынов Израилевы и все грехи их, и возложит их на голову козла. Когда жертва умерла, наши грехи были омыты. И когда козел отпущения уходит в пустыню, у людей появляется вера, что наши грехи отдалились от нас. Иисус не только очистил наши грехи, но удалил от нас наш грех вдаль. Когда вы получаете спасение, мы радуемся и видим, как наш грех отдалился от нас вдаль. Ложь отдаляется от нас. Если раньше я воровал, воровство отдаляется от меня. Чувствуем, как грех отдаляется от нас. Есть две жертвы. Одна жертва за грех, которая дождала умереть. А вторая жертва – это козел отпущения, который отдаляется от нас. Иисус Христос не только на кресте очистил наши грехи, но одолел грех также от нас. Таким образом, Господь Бог совершает наше спасение. Важно то, что в нашей жизни есть испытания, есть трудности, есть гонения, есть испытания порой. Когда я был молод, были многие трудности. Когда я служил в Акуктонге или в деревне Чакпали, когда я служил в Кимчоне, когда я впервые начал служить в городе Тэгу, я испытывал многие трудности. Да, я был голодным, были трудности. Но есть причина, по которой я не мог отдалиться от Бога. Причина заключается в том, что Бог всегда был рядом со мною. Да, я голодал порой. Но даже в этой ситуации я не мог сказать, что Бог не помогает мне. Однажды из Тэжона написали письмо, что в монетном дворе города Тэжон одна девушка переехала в монетный двор в Кюнгсане и попросили передать Евангелие там. И я поехал в офис и встретился с этой девушкой. Я передавал Евангелие. Я был очень благодарен. Эта сестра получила спасение. И начались деяния в монетном дворе. Где-то 30-40 человек получили спасение. Каждый четверг я ездил, чтобы изучать с ними Библию. Часто бывало, что у меня были деньги только в одну сторону. Я выезжал в обед и приезжаю туда. Из Падон нужно было ехать до Паноль и сесть в автобус, который ездит до Кюнгсана. И тогда перед университетом Йонгдэ там конечная остановка. И до вечера я жду их. Девушки после ужина выходили ко мне. И там был небольшой парк, где мы могли собраться и изучать Библию. Да, были трудности, но я был счастлив. Я видел, как сестры получают спасение. И знаете, они были такие чистые. «Получив спасение, так любили Христа». Подолгие, и они начинают приезжать, участвовать на собрании, обедать в церкви, до вечера свидетельствуют, общаются, и после вечернего собрания возвращаются поздно домой. Каждый четверг, когда я посещал их, каждую неделю один человек, два человека приходило новых. И каждый раз, когда я возвращаюсь домой после сечения Библии, я был так счастлив. «Ой, сегодня Соня получает спасение!» «На следующей неделе, по-моему, Охи получает спасение!» И так было каждую неделю. «Знаете, до автобусной остановки мне нужно было пройти где-то километр. И там находился парк Акации. И совсем темно. И ночью только звезды освещают дорогу. И пока я шел до автобусной остановки, я был так счастлив!» «Девушки получили спасение и радуются перед Богом!» «Я был так счастлив за это!» «И многие сестры, которые работали монетом дворя, они ввели нашу церковь!» «Да, в одной стороне есть трудности, тяжести, но в другой стороне я был счастлив, потому что я видел, как Бог помогает и действует в моей жизни!» «Когда сажусь в последний автобус, я приезжаю в город и пересаживаюсь на другой автобус. В автобусе так многие в то время еще курили!» «И домой я приходил в 12 часов. Моя супруга, держа мою дочь, она ждала меня. Помню, каждый раз, когда я выходил из автобуса, мне нужно было чистить одежду. То, что в моей жизни были проблемы, это правда. Но в то же время я видел, как Бог действует. Проблема не оставалась проблемой. Страдания не оставались страданиями. Когда мы читаем Библию, в Иерусалимской церкви были сильные гонения. Саввел ареставал многих людей, привел их к смерти. Но Господь Бог не оставляет Саввела, Он спасает его!» Вы представляете, как люди были удивлены, увидев, как Саввел получает спасение? Знаете, в Диане занимают два человека большую часть. Первый – это труды Петра, а второй – это труды Павла. Петр был проповедником для иудеев. Если посмотреть фильм «Каму грядешь», то там показывается, как будто Петр умирает в Риме. Но это неправда. Это сделали для того, чтобы Петра называть первой Папой Римским. Петр никогда не покидал Израиль. Иисус также был в Египте, но потом он жил только в Израиле. Но Павел является апостолом для язычников, поэтому он не находился только в Иерусалиме. Он был избран Богом, чтобы быть апостолом для язычников. Когда он шел в Дамаск, он уверовал и благовествует в Дамаске. Люди пытались убить Саввела. Тогда он пришел в Иерусалим. Из-за того, что было сильное гонение, его отправили в Килигию. И с того момента Бог его поставил, чтобы благовесить слово «язычника», когда он пошел на родину. Он передавал слово «иудеям», но не язычникам. Но Корнелли получил спасение. И язычники начали получать спасение. В Антиохии начались деяния спасения. Варнава пошел передавать слово. И он посетил Тарсу Киликийскую. И Варнава, узнав, что там находится Павел, он позвал его. И вместе с ним они вернулись в Антиохию. И два года учил Павла Слову. И через первое, второе, третье путешествия – евангелизационные. Павел благовествует Евангелие. И четвертое место – это был Рим, куда он поехал передавать слово. Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелем в Иерусалиме во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Однако ученики Иисуса, они оставались только в Иерусалиме. Когда начались гонения, тогда они рассеялись по Иудее и Самарии. И некоторые пришли в Антиохию и увидели, как язычники получают спасение. И тогда послали Варнаву туда. Варнава встретился в Тарсте с Павлом. И они пошли в Антиохию благовествовать Слово. И потом Варнава с Павлом поссорились. И Павел благовествует дальше Слово, и потом, в конце концов, оказывается в Риме. Я совсем не знал, что у Бога был такой план. Когда я получил спасение, я даже представить не мог, что стану пастором. Но когда получил спасение, я продолжал ходить в пресвектрянскую церковь. Я ничего не знал, связанное с Евангелием. Когда собрались молодые церкви, я говорил, что надо получить прощение грехов. Но я не мог научить их, как получить прощение грехов. Я говорил, что надо получить прощение грехов. Прошел месяц. Тогда в церкви все стали против меня. Я захотел в комнату однажды, где собирались молодые. Когда я хотел открыть дверь, я услышал, что там говорят про меня. И что они говорят? У супак такой смешной. Я его знаю, а он говорит, что у него нет греха. Я услышал эти слова. Мне хотелось открыть дверь и сказать, что ты сказал? Потом я подумал. Я отпустил дверь и ушел оттуда. Мне было так одиноко. Почему? Потому что кроме церкви у меня ничего не было. Но я был изгоем в церкви. Мне было очень одиноко. Но среди тех, которые были на конференции на горе Кмо, был господин Мистер Син. Он очень хорошо говорил по-английски. Но в деревне Сонсан, даже если ты говоришь по-английски, тебя не понимают. И никто не знает, это английский или не английский. Но он очень хорошо говорил по-английски. Но он нигде не мог устроиться в Син. И он подумал. Он обратился к миссионеру Дик, с которым познакомился на конференции. И у миссионера Дик не было переводчика. Он сказал, давайте я стану важным переводчиком. И миссионер Дик с господним Мшим начали жить вместе. И в Тегу собрались многие спасенные миссионеры. Но никто не мог сказать, что в других церквях нет спасения. И находились просто вместе. Но не могли сказать, что нет спасения. Но когда спасенные миссионеры собрались в Тегу, они открыли миссионерскую школу. И мистер Шин написал письмо пресвектору Мун, и сказал, что собирают братья в миссионерскую школу. «Отправьте нескольких братьев». А я жил по соседству с пресвектором Мун. Однажды он сказал, «О, мистер Пак, подойдите». Я спросил, что случилось? Он спросил, чем ты занимаешься? «Ну, ничем». Он спросил, хочешь поступить в миссионерскую школу? Я спросил, миссионерская школа? «А чем там занимаются?» «Слушай, там будешь пить кофе, шоколад?» «Сходи туда». Но там, знаете, мы каждый день голодали. Но таким образом я поступил в миссионерскую школу. Сан Сани из Нидерландов приехал миссионер Кейс Класс. И он начал преподавать английский язык в школе деревни Сан Сан. Я познакомился с ним. Он посетил нашу церковь. Я к нему ходил. Но на тот момент я не был спасенным. Прошло время. В 1962 году я получил спасение. И, знаете, я поступил в миссионерскую школу. Я видел, что Бог планировал всю мою жизнь. Было много братьев миссионерской школы. Но никто не мог подумать, что со мной так произойдет. Я был младше всех. Поэтому миссионер Дик просто хотел понаблюдать за мною. Но ни у кого не было хороших ожиданий. Всех братьев приглашали куда-то, а меня нет. Поэтому я поехал служить в деревне Акуктон, и Бог научил меня жизни верой. Девять месяцев я прожил в деревне Акуктон, и Бог был рядом со мною. Спустя время люди начали получать спасение, и сестра Сон получила спасение. Я читал Библию, и так было хорошо. Потом я поехал в деревню Чангпали, и там я прожил полтора года. И это было самое счастливое время. Каждый день люди получали спасение. Потом я пошел служить в армию. Я служил в армии, потом начал служить в городе Кимчон. Я хотел благовествовать только слово. Когда мне было 23-24, меня часто приглашали разной церкви передавать слово. Я не могу заводить Пресвикторианскую церковь города Поун и церковь Сэнгчу. Сангчонг Сэнгчу церковь. Поунская Пресвикторианская церковь. Методийская церковь города Чингчонг. Все братья и сестры этих церквей почти получили спасение. Это было очень удивительно. Я посещал дальше Поунскую церковь, передавал Евангелие. Но пастор той церкви не был спасенным. Я видел, что братья и сестры вымирают. И я думал, в чем причина? Я понял, важно передавать слово. Но также важно воспитывать братья и сестры. И тогда я решил открыть церковь в Кимчоне. Я испытывал многие трудности. Но я начал церковь. И духовно начал воспитывать братья и сестры. Начал благовестить слово. В 73-м году я переехал в город Тегу. В 76-м году я открыл миссионерскую школу. В то время никто не мог представить, что эти миссионеры будут работать по всему миру. У нас, братьев, было всего лишь 20-30 человек. А мы хотели начать миссионерскую школу. У меня спрашивали, что это? Я сказал, надо воспитывать служителей. Они спрашивали, а где? Я сказал, здесь. А где они будут спать? В зале. А где они будут есть? Тоже в зале. А с чем будут питаться? Рисом. Так, пастор, вы же сами голодаете. Братья и сестры негативно смотрели на это. Но я видел, как Бог совершает это дело. Если бы не было бы миссионеров, мы бы не могли бы передавать слово по всему миру. Когда миссионеры укрепились в каждой стране, началась пандемия коронавируса, И мы можем передавать Евангелие по всему миру. Недавно я передавал слово для англоязычных стран Африки. Десятки тысяч человек заходили и слушали слово. Я был так потрясен после проповеди. Пастора свидетельствовали. Тогда был и пастор Китунга, и пастор Сиревада. Многие пастора приняли участие. Это было удивительно видеть, как они меняются. Да, порой мне тяжело. Были трудности. Да, в церкви появляются порой проблемой. Но я вижу, как Бог решает каждый вопрос. Бог сделал, что наша церковь стала церковью, которая передает слово по всему миру. «Я скоро пойду в Америку». В отличие от прошлого раза, многие пастора в США пригласили меня. И я пойду в Даллас, где будут снимать проповедь. Там сейчас ее съемка фильма, и я буду участвовать в этих съемках. Два дня я буду находиться в Далласе. И мы хотим встретиться с пасторами, которые служат в Далласе. Затем я поеду в Лос-Анджелес, и там буду проводить семинар. И потом пойду в Нью-Йорк. И каждый вечер, куда меня приглашают, там я буду передавать слово. В настоящий момент только в США в 49 телерадиокомпаниях транслируются мои проповеди. Я был самым немощным в миссельской школе. Младше всех был. Я поехал учиться туда, когда ничего не знал. Но Дух Святой вел меня, чтобы я мог ясно понять Евангелие. И когда утвердилась Евангелие во мне, люди могли получать спасение через меня. И Бог сделал, чтобы многие люди получили спасение. И в это время, когда из-за пандемии коронавируса люди страдают, я могу передавать слово. Я думаю, что в этот раз в США США многое изменится. Многие известные пастора приглашают меня и хотят, чтобы я провел семинар. И когда я вернусь, я хочу пригласить многих пасторов Южной Кореи, чтобы они также могли узнать это слово. Это живое Евангелие. Люди называют нас еретиками. Жалко их. Они совсем не знают меня. И мы, главное, ни разу не виделись с ним. Но называют еретиками. Один человек прочитал мою книгу и говорит, что эта книга неправильна, и записал видео и выложил в YouTube. Когда по всему миру люди читают эту книгу и удивляются, можем увидеть, что хотят просто придираться. Я был благодарен Богу. В наше время мы получили спасение. Мы стали детьми Бога. Если мы будем идти вместе с Господом Богом, мы сможем вести одну жизнь с Иисусом Христом. Бог использовал самого бесполезного в меня, чтобы я мог передавать слово. Из-за пандемии коронавируса были трудности у людей, но Бог позволил передавать Евангелие. Осталось поехать в Израиль и там передавать слово. После США семинар будет в Корее. И после осеннего семинара, может быть, я пойду в Израиль. Сейчас там праздники. Надеемся, что ситуация с коронавирусом разрешится. Однако, Бог жив среди нас. Как же это удивительно. Самое важное, люди, которые верят в Бога, Сатана тоже действуют. И людей, у которых была Евангелие, всегда называли еретиками. Но, знаете, я думал, что меня будут всю жизнь называть еретиком. И буду служить всего лишь маленькой церкви. Но Бог открыл путь, чтобы я мог передавать Евангелие по всему миру. Любимые слушатели. Если мы не будем благовестить Евангелие, чем мы будем заниматься? Что есть лучше, чем Евангелие? Мы получили прощение грехов. Чем можно заниматься, если не делаем Евангелие? Делать деньги? Никто же не умирает сегодня из-за голода. Никого же не убивает голодом, когда передаем Евангелие. Я живу намного лучше, чем до того, как начал благовестить Евангелие. А что... Чем заниматься? Ради плотских удовольствий? Для этого жить. Самая счастливая жизнь. Когда мы идем вместе с Господом. А чтобы идти с Господа, надо жить ради Евангелия. И самое интересное. Есть гонения. Есть испытания. Есть трудности. Однако... Господь, Он с нами. Евангелием занимаясь, Бог дает нам счастье. Благовестство Евангелии. Как видят люди, получают спасение. Мы получаем счастье, которое невозможно почувствовать в этом мире. Чем жить ради себя. Чем покупать хорошую машину. Бог уже дает радость, которую нигде не можем получить. И дал это Евангелие не ангелам, а нам. Но дьявол искушает нас. И говорит, заниматься Евангелием тяжело, это мучительно. Это не так. Это счастье. Это радость. Это веселье. Это радость. Но Сатана искушает нас. И многие люди живут неплаговестой Евангелии. Посмотрим Библию. Кого Бог избрал в качество апостолов для язычника? Павла. Который противился. Он спас его. И теперь устраивает гонения против Павла. Но он отдал всю свою жизнь ради Господа. И в конце, в конце поехал в Рим. И Рим наполняется Евангелием. Были многие гонения. В Риме верили многобожие. Поэтому можно было верить любого Бога. Однако, что касается христианства, Рим не были против христианства. Потому что в христианстве есть только один Бог. У римлян было много богов. Богиня утра, богиня сна и так далее. Много-многих богов. Но против них они не устраивали гонения. Но на христиан были гонения, потому что верили в одного Бога. Но это гонение позволило, чтобы Рим наполнился Евангелием. Император Константин объявил запрет на гонение христианства. В Риме было очень много христиан. И чтобы использовать их, Константин принял такой закон. Сегодня христианство изменилось. Почему же то Евангелие исчезло? В 1909 году было большое деяние христианства в Пиньяне. Но прошло немного времени, и эти церкви упали. И сегодня Пиньян стал городом, где самое большое гонение на церковь. Если мы не будем жить ради Евангелия, у нас произойдет то, что происходит в Северной Корее. Ведь так жалко их. Мы должны жить ради Евангелия. В 1909 году Евангелие начало распространяться через Пиньян в Корее. Но прошло немного времени, и эти церкви исчезли. И даже следа не осталось. Мы имеем драгоценное Евангелие. Давайте будем благовестить его по всему миру. Будем жить ради Евангелия. Я благодарен, что многие молятся за поиску в США, в Израиль. Я очень благодарен, что многие трудятся для этого. Давайте начнем с молитвы, чтобы эта Евангелие во всех странах была засвидетельствована. Несколько дней назад в Латинской Америке проводились CLF, и было огромное деяние. Министр Боливии попросил мне проводить Майн-образование. И после пандемии коронавируса мы хотим уже во многих странах начать работу. Нужно, чтобы Майн-лекторы могли передавать Евангелие. Потому что в основе Майн-образования лежит Евангелие. Мы пригласим многих преподавателей и будем обучать их Евангелию. Мы хотим собрать учителей, которые будут работать правительством. И будем отправлять преподавателей. Будем обучать в Корее. Или будем готовить специалистов на месте. Проведение Бога заключается в том, чтобы Евангелие наполнило весь мир. Давайте подумаем. Для чего мы живем сегодня? Для чего мы питаемся? Для чего мы спим? Нужно жить ради Евангелия. И тогда Бог вам дарует самую ценную жизнь. Где бы вы ни находились, не важно, сколько вам лет, Бог желает спасти людей в этом мире. Изучайте я английский язык, не важно, сколько вам лет. Попробуйте побыть за границей. И даже на ломаном английском передавайте Евангелие. Попробуйте жить ради слова. Все вы не находитесь только в своей стране. Но давайте будем одним сердцем благовестить слово. Даже в такое непростое время, Бог избрал Павла и начал благовестировать Сима, людей и Самарии, и чтобы Евангелие было засветительным до края земли. Тогда жизнь будет самым лучшим. Когда мы занимаемся одинаковым делом с Богом, я видел, как Он помогает мне в десяти тысячах вопросах. Я многое не умел, но просто передавал слово. И я видел, как Бог помогает мне. Давайте будем жить ради Христа, который умирает на кресте за меня. Я верю, это будет радовать Господа Бога. Мы будем счастливы с Ним. Будем здоровы. И мы сможем получить благословение. Вы поняли? Скажите Аминь. 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 Продолжение следует...